Всем привет! Я думаю, что многие перед началом отпускного сезона посматривают на какой-нибудь интересный автомобиль, чтобы на нем поехать в Сочи, поехать в отпуск, ну еще куда-нибудь. Ну и вот эту модель, которую я вам сейчас покажу, вы, ну хоть раз, любой автомобилист хоть раз, но смотрел ее в Автору, либо в Авито. Ну это действительно интересный автомобиль, потому что за небольшие деньги можешь купить много автомобиля. Но давайте поговорим о том, насколько целесообразна эта покупка. Цены на эти автомобили начинаются от 500 тысяч рублей, ну и соответственно заканчиваются двумя миллионами рублей. Данный экземпляр, естественно, не за 500 тысяч рублей. Такой автомобиль вы не купите дешевле миллиона рублей, но скорее всего, я думаю, что будет дороже. Это 2006 года Мазерати Квадропорта в полной комплектации, Executive GT. Машина местная, продавалась здесь когда-то новая у дилера. Но опять же, местные машины, они всегда в очень хорошей комплектации шли. Потому что русские, когда покупают что-то новое, ну естественно, вы же сами знаете, сами такие, гуляем на полную. Ну в общем, данный автомобиль к нам приехал на ТО, у него случилась небольшая проблема. Вот вы сейчас, наверное, видели, под капотом лежит прибор. Мы диагностировали то, что у него течет радиатор. Ну в общем, смысл такой. Мы на ней будем менять радиатор, и я вам буду показывать все особенности этого кузова. И почему нельзя покупать автомобиль именно такой модели за 500 тысяч рублей. Однажды я вам уже показывал за 550 тысяч рублей синий автомобиль. Видео нашло, как бы, очень много отзывов и откликов от вас. Здесь тоже призываю вас комментировать. Если кто-то что-то знает интересное, пишите. Всем отвечу. Давайте обсудим, в общем, такой предмет. Если вы хотите купить летний автомобиль, я все-таки подчеркиваю летний, потому что на этом автомобиле, хотя можно ездить и круглогодично, об этом я вам чуть позже расскажу, но все-таки лучше рассматривать этот автомобиль как летний. Но что в нем хорошего? В нем есть интересный внешний вид, который может быть слегка устарел, но это уже больше похоже на классику. Естественно, эту модель, эту марку ни с какой другой не спутаешь, но есть минусы дорогого обслуживания. Например, начнем вот с этих задних фонарей. Здесь машина дорестайлинговая, они еще не диодные, но у них есть такая проблема, что внутри стоят очень мощные лампы, и от них, от их нагрева, выходит из строя, собственно, плата, которая, ну, управляет самим фонарем. И то, что на нем не горят фонари, это очень частое явление. Вы просто сзади открываете крышечку и, скорее всего, увидите, что все оплавлено. Вот эти вот крышки в диске тоже достаточно часто выходят из строя, но они не особо дорогие, там порядка по 1000 рублей за штуку, поэтому с этим как-то можно жить. Но это для тех людей, кто любит, чтобы все внешне было в идеале. Здесь, вот я вам показываю, снизу гниют банально подсветка номерного знака. Также надо проверять, когда покупаешь крышку багажника, доводчик, потому что если он не работает, это проблема, это дорого. Защита переднего бампера. Я сейчас вам покажу материал, из которого она изготовлена. По-русски говоря, это валенок, да? Такое войлочное покрытие с какой-то прорезиной на основе. Это вторая его часть внутренняя. Ну, в общем, если автомобиль ездит зимой, за зиму эта деталь уничтожается полностью. Цена вопроса 15 тысяч рублей. Конечно же, будут хейтеры какие-то региональные писать, что я могу купить пластмассовую лопату, из него ее сделать, либо из канистры масла лукойл. Дело ваше, делайте там хоть и из буратино, это без проблем. Я просто говорю, сколько что стоит. По поводу подвески. Вот я вам покажу стойки стабилизатора, это расходник. Опоры, опять же, двигателя. Они здесь гидравлические, стоят денег по 25 тысяч рублей за штуку. Стойки стабилизатора стоят по 6 тысяч рублей за штуку. Внимательно смотрите подрамник. Потому что на этих автомобилях, особенно на взрослых, подрамники часто гниют. Подрамник будет стоить огромных денег. Если мы будем рассматривать новый, то это порядка 200 тысяч рублей. Нижние рычаги, с ними, как правило, ничего не происходит. Происходит, как правило, с верхними. Но, а вот, кстати, я вам показываю. Вот это вот резистор вентилятора. То есть, если вы завели машину и вентилятор очень быстро крутит, Это значит, надо менять эту деталь. 8 тысяч рублей. Вот здесь сухой картер, машина на роботе. Вот эти шланги, которые ведут к масляному баку. Вначале я вам показывал как раз масляный бак. Если с ними что-то случится, тоже стоят очень дорого. Но их можно сделать на заказ в таких фирмах, как гидравлика. Это будет не очень больно. Вот этот масляный бак, если вдруг на что-то наедете и он пострадает, это беда. Это стоит 100 тысяч рублей. Но вот мы сейчас разбираем переднюю часть, чтобы добраться до радиатора охлаждения. Вот так она устроена. Это усилитель бампера. Он разбирается на половинке, но в оригинале он продается как целая конструкция. Цена вопроса 100 тысяч рублей. Вот этот вот диффузор сверху, достаточно недорогая вещь. Но, тем не менее, за нее вот дадите двадцатку. Ну, в общем, по кузову этот автомобиль лучше не бить. Так же, как и все другие Maserati, да и в принципе все другие автомобили. Потому что здесь все очень дорого. Начиная от фар, которые будут бушные стоить, уже от полтинника, потому что машины этих мало. Заканчивая теми же подкрылками. У подкрылков есть один такой дефект. Опять же, если вы будете ездить круглогодично, повторюсь. Он тоже сделан из войлочного такого покрытия, как валенок. И после зимы, когда настает лето и становится сухо, он просто-напросто садится. И начинает вырываться из крепления, и их приходится менять. Цена вопроса где-то 7 тысяч рублей за штучку. Ну, в общем, вот мы добрались до радиаторов. Кстати, по поводу радиатора. Радиатор охлаждения на этот автомобиль стоит не так уже и дорого. 50 тысяч рублей. В принципе, для такого класса автомобилей оригинальный радиатор будет стоить приблизительно одинаково. Вот я сейчас вам показываю еще слева. Вы видите бачок расширительный. На этих автомобилях тоже есть проблема. Но опять же, на старых автомобилях это проблема. Цена вопроса 8 тысяч рублей. Он трескается снизу. Если вы поедете в дальние путешествия, он может вас подвезти. Поэтому перед дорогой обязательно проверьте его состояние. Это важно. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть интересного в салоне. Это, собственно, самое интересное. Потому что салон у этого автомобиля прикольный. Здесь, в отличие от современных автомобилей, нет никакого кожзама. Все натуральное, все оригинальное. Вот здесь я вам показываю хром. С хромом на этом автомобиле, как правило, ничего не случается даже после зимы. Но есть некоторые конструктивные особенности. Вот в виде вот этих вот стоечек. Они, бывает, облезают. Их приходится красить. И сверху резинка, которая идет над проемом. Она крепится на алюминиевых клепках. И со временем они окисляются. И начинают поднимать эту резинку. Вы тоже имейте в виду. Но здесь пробег небольшой, 60 тысяч километров. Поэтому, видите, салон можно назвать в идеальном состоянии. Естественно, для 2006 года машины идеальное состояние. Потому что все равно кожа, несмотря на возраст, она, конечно, трескается. И когда салон светлый, это все видно. Но, опять же, здесь это, в принципе, все в порядке с этим. Я вот сейчас вам близко показываю. Вот здесь вот должен стоять рычаг переключения передачи. Задний. Такая маленькая штучка. Ее поднимаешь вверх и назад. После этого включается задняя передача. Вот, кстати, педаль тормоза на них достаточно надежна. И вот 60 тысяч пробега она абсолютно не истерта. Опять же, проблема, вот видите, вот этот модуль включения стеклоподъемников. Это тоже деталь. Она достаточно дорогая. Стоит порядка 600 евро. За ней надо смотреть, чтобы на мойке вам ее ни в коем разе при химчистке не залили. Какой-нибудь химии. Потому что, если она выйдет из строя, это дорого. Пластмассу, которую я вам показываю, имеет тоже проблему. Она начинает со временем липнуться. Но это беда всех итальянских автомобилей, независимо от года и независимо от стоимости. Вопрос решается, вопрос лечится. Есть специально подготовленные люди, организации. Им отдаешь, они снимают прорезинный слой, напыляют другой и все у вас хорошо. Но, опять же, тут будет стоить денег. Шторки здесь есть, но они механические. На самом деле, я думаю, что это плюс. Потому что здесь просто нечего ломаться. Музыка базе тоже достаточно надежная. В отличие от рестайлинга и квадропорта, на которой головное устройство, именно базе, бывает, выходит из строя и абсолютно не чинится. Я не знаю, что там ломается, но пару раз были запросы, починить невозможно. Цена вопроса 5000 евро. Вот это вот, где выдвигается пепельница, окантовка, всегда по уголкам протирается. Я не знаю, что люди делают, как они там ездят, но практически 90% автомобилей на них это вытирается. Сзади есть столики. У столиков есть конструкция, крепеж. Он тоже, бывает, выходит из строя. Но, опять же, это машины с какими-то дикими пробегами. На пробеге 60 тысяч работает все абсолютно. Что бы ни говорили про итальянский транспорт, но автомобиль в целом надежный. Но его, естественно, надо своевременно обслуживать. И обслуживать в нормальных местах и у людей, которые просто понимают в этом автомобиле. Интересен такой момент, что в этом автомобиле коробка находится сзади, двигатель спереди. Между ними стоит огромный кардан, который в такой тубе стоит, как в чехле. С карданами тоже бывают проблемы. Они выходят из строя, но не так часто. Про новый не буду говорить, потому что уже даже не помню. Бэушный кардан стоит 50 тысяч рублей. Опять же, надо смотреть его состояние. И если вы покупаете его бэушный, надо с людей какие-то брать договоренности, что какое-то время вы на него поездите. Потому что он может быть такой же неисправный, как и ваш. Интересная фишка открытия бардачка. Здесь стоит электропривод, но он только работает при включенном зажигании. Без включенного зажигания вы просто не попадете в бардачок. Оно достаточно необычно. Здесь все по классике. Стоит телефон. Телефон, если мне память не изменяет, блау пункт. Но это уже для любителей ретро-машин. Но в принципе, я думаю, что этот автомобиль, на котором не стыдно ездить и повседневно. Но и если вы любите такие классические автомобили, то стоит его покупать по той простой причине, что их практически уже не осталось. Живые автомобили стали стоить уже дорого. И будут еще дороже. Поэтому если у вас есть лишний миллион рублей, и вы хотите выглядеть богато, вместе с тем этот автомобиль едет достаточно неплохо. Велком, покупайте квадропорта. Но опять же, у вас всегда в заначке от жены должны быть свободные деньги. Потому что этот автомобиль может в любую секунду их попросить. Вот сейчас я вам показал провод такой металлический торчащий. Это регулировка корректора фары. Здесь все сделано так, ну как бы по-своему, по-итальянски. Датчик расхода воздуха, вот я вам показываю, тоже расходник. Если у вас появилась куча ошибок, автомобиль едет на двух-трех передачах, это скорее всего вопрос в нем. Цена вопроса порядка 10 тысяч рублей. Катушки. В отличие от BMW, они не ломаются каждые 15 минут. Они ломаются, но не так часто. Цена вопроса тоже в районе 7 тысяч рублей за штуку. Речь идет, естественно, только про оригинал. Ну вот видите, рядом, по соседству, стоит такой же автомобиль. Тоже привезли на ТО, но он более старый. Вот видите, отличие на том автомобиле. Вот эти жабры имеют полностью хромированное. Здесь черное с хромом. Это разная комплектация автомобилей. Если в первом был Executive GT, здесь комплектация скромнее. Это даже видно по решетке в бампере. Видите, там стоит гриль в сетку. Здесь стоят продольная решетка, продольные полосы. Она пластиковая. Вот здесь комплектация послабже. Но здесь автомобиль 2004 года. У него есть одно преимущество. На нем дешевле стоит сцепление. Но оно конструктивно тоньше. Соответственно, оно дешевле, но и ходит меньше. Но на 2006, то, что вы сзади видели бордовую, там сцепление стоит дороже. Если здесь сцепление стоит 2500 евро, не хватайтесь, пожалуйста, за сердце. Там сцепление стоит 3500 евро. Но ресурс, естественно, на том больше. Но надо сказать, что вот именно вот этот голубой автомобиль у человека, он с нуля. Один владелец, 2004 года машина. На он, на сцепление умудрялся приезжать по 40000 километров по Москве. Это очень показательный момент, потому что при неумелом использовании его может не хватить и на 10 тысяч. То есть, вы платите 300 тысяч рублей, ездите 10 тысяч и опять платите 300 тысяч рублей. Но здесь пользователь очень опытный. У него не один итальянский автомобиль. И он просто ездит аккуратно. Но что я могу сказать? 2004 год автомобиль выглядит очень и очень хорошо. Ничего на нем не отваливается. Все работает, ничего не гниет. Но видите аналогия, да? Вот эта машина бордовая, пробег у нее практически в три раза меньше. Но она выглядит лучше. Опять же, скажу по секрету, на бордовом автомобиле у владельца есть студия детейлинга. Поэтому он периодически, видимо, просто туда заезжает. Голубая машина эксплуатируется круглогодично. Поэтому, как бы, может быть, она чуть больше потерта. Но, опять же, на ней работает абсолютно все. Вот эта интересная ручка, она имеет электропривод открытия и механический. И, соответственно, если вдруг электро сломался, вы можете просто кнопкой механически ее открыть. Салон, вы видите, идентичен с бордовым автомобилем. И, в принципе, состояние его тоже очень и очень неплохое. Но, резюмируя все вот эти вот автомобили, которые я вам показываю. Кстати, вот то, что вы видите airbag. Здесь большая щель. Это, опять же, дефект такой, что все сделано из натуральной кожи. Со временем она высыхает и просто вот это вот отверстие становится больше. Это не стрелянный airbag ни в коем разе. Видите, вот этот рычажок, которого нету на бордовом автомобиле. Кстати, он продается весь в сборе. Цена вопроса 500 евро. Но курс вы сами можете переводить. Но, резюмируя все эти автомобили, оба, я бы вам хотел сказать, что если у вас есть свободные средства, вы хотите на лето получить прикольный автомобиль, не как у всех, то вам сюда. Но, прежде чем его покупать, обязательно, как следует, продиагностируйте. Потому что, в противном случае, вы получите головную боль и разрушающий семейный бюджет автомобиль. Но за этим надо обязательно смотреть. Но, в целом, если вы купите хороший автомобиль, то в дальнейшем, я думаю, он вам еще и принесет и денег. Потому что спрос на эти автомобили есть. Определенно, видите, здесь вот, кстати, все в порядке, ничего не потерто. Но, опять же, это об аккуратности водителя. Ну, на этом пока все. Будем закругляться. Сезон в разгаре. Куча интересных автомобилей к нам приезжает. Буду вам их показывать. Ну, в общем, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем хороших, удачных покупок.